Владимир Поселягин — Ага, — ухмынулся я, заканчивая с наградами и меняя магазин в пистолете. — Так я тебе и сказал. Сразу бы побежал историю править, а оно мне надо. Помнишь ту букашку? Нельзя вмешиваться в историю. — Все равно нехорошо. — Ну, этот этический спор мы оставим на потом. — Как сам? — Это ты меня, почитай. Больше пяти десятков лет не видел. А для меня прошло всего несколько часов. Так что интересно, как ты жизнь прожил? Работорговцы с тобой не связывались? — Было дело. — скривился старик и быстро стрельнул по сторонам глазами, оглядываясь. — Идем отсюда. Сейчас милиция приедет. Все силы стянут на твою стрельбу. Поговорить не дадут. Мы направились за угол. Многие из прохожих, ставшие свидетелями данного происшествия, провожали нас взглядами, но их становилось все меньше и меньше. Умные, а главное, опытные, не хотели влезать в это дело. Да и я в своем спортивном костюме и с короткой стрижкой напоминал типичного быка. А сейчас они в немалом авторитете. — Именно в этом здании, которое мы огибали, жил Алексей. Адрес не совпадал с тем, что было у него в письмах. Вернее, номер дома, улица та же, но я не особо удивился. Сам дом можно считать элитным. Сталинской постройки, с высокими потолками. Такие давали чиновникам, которые стояли достаточно высоко. Рассматривая дом, я покосился на идущего рядом достаточно бодрого спутника и поинтересовался. — Войну кем закончил? Полковником? А на пенсию кем вышел? Небось, генералом? Я ехидно ткнул его локтем в бок. — Угадал. Войну действительно полковником закончил. Командиром танковой дивизии. — Подожди. Остановил я его, отойдя к своей девятке. Достал с заднего сиденья рюкзак, к которому была прикреплена импульсная винтовка, а также спортивную сумку. Уже местную. В ней были все трофеи, включая оружие. Тоже местное. — Ну, вот и все. Вернулся я к нему. Идем? Машина? Откуда? Выинтересовался тот, когда мы повернули к дверям подъезда. Трофей у братков отобрал. Достаточно коротко пояснил я. Старику этого хватило. Сам додумал остальное. — Раскланившись с бабульками, я следом за Алексеем. Ну, вот не могу его на вы называть. Для меня он так и остался тем вихрастым лейтенантом из прошлого. Прошел в лифтовый холл и двинул к лестнице, как и хозяин квартиры, проигнорировав лифт. Мы поднялись на четвертый этаж, где мой спутник открыл ключом запор, и прошел в большую прихожую, пропуская меня. — Немного пыльно. Моя хозяйка две недели как уехала на дачу, так и прибраться некому. Внучка иногда только забегает. — Ага, — усмехнулся я. — А тебе генеральское достоинство тряпкой не дает поработать. Старик предточил сделать вид, что не расслышал мой смешок. Сняв уличную обувь и пиджак, он зашаркал пятками тапок на кухню, продолжая держать в руках о войску с покупками. Та пережила и появление скинов, и мое появление. Поэтому Алексей стал выкладывать продукты на полки холодильника. Да и было их там, как я заметил, не так и много. Пакет молока с десяток яиц, сыр и полпалки сыр копченой колбасы. Видимо, деньжата у генерала водились, раз может покупать такие продукции, да еще в такое время. — Квартира у Алексея оказалась приличной, четырехкомнатной. Пыли, на которую тот сетовал, я как-то не заметил, а комнаты были заметно ухоженными. Видимо, хозяйка у генерала действительно была в наличии, не вдовец. Свои вещи я прихватил с собой в гостиную. Та была просторной, так что мы с удобством устроились за круглым столом, и, пока чайник на кухне закипал, пообщались. — Про себя я мало говорил, особо и сказать нечего. Раз и тут, планы тем более не выдавал, а вот слушал Алексея с немалым интересом. — Тогда повезло. Был санитарный шалон, и шел он до Москвы. В общем, меня, как тяжелого, отправили в столицу, прямо в поезде сделали операцию. Тяжело было. Хорошо родители, узнав на четвертый день, что я в Москве, приехали. Мама помогала ухаживать. Только из-за нее и выкарабкался. Часто прокручивал. Тот мой первый бой. Стыдно. Тогда было стыдно. И сейчас. Лишь на силе воли и помощи родителей выкарабкался. Надо сказать, это было мое первое и последнее ранение. Даже всю войну до Берлина ни одного не получил. Про царапины я не говорю. Без них никак. Тем более танкисту. Старик вздохнул и, сходив на кухню, вернулся с подносом, на котором стояли кружки и чайник, а также вазочка с печеньем, и снова устроился напротив. — Ты как-то спросил, не находили ли меня арвоторговцы? Я правду сказал. Нашли. Хрумкая, на удивление, вкусным печеньем, я с немалым интересом слушал, делая мелкие глотки чая. Настоящий, крепко заваренный кипяток. Очнулся. Стоят надо мной. На своем языке говорят. Снаружи ночь. В палате темень. Однако трое других раненых, что у меня в палате лежали, не проснулись. Те голос не повышали, но и не опасались, что их услышат. Мне уже легче было, так что мама моя на тот момент дома была. Санитарок тоже в палате не было. Ночь. Но я сразу понял, кто они, хотя видел только силуэты. Потом они мне ввели какое-то средство в шею. Что за препарат, не знаю, и стали допрашивать. Насчет тебя вопросы задавали. Правильные. Ну, все, что знал, сказал. Не мог никак противиться. Наверное, тот препарат действовал. А то, что я планировал нашу будущую встречу, заинтересовался я с некоторой тревогой. Рыботорговцы и маркер могли поставить на это событие. Про это нет. Отвечал только на конкретные вопросы. Химия их так действовала. А такой вопрос они и не задавали. Узнав все, что им нужно, они ушли. Даже сеть не выключили. Видимо, не посчитали нужным. Ох, как я их благодарил потом за это дело. Из госпиталя я вышел с наградой. Получил медаль за отвагу. Это меня комбат наградил за бой с диверсантами. В госпитале уже награждали. Повезло, что бумаги дошли куда надо. Редкий случай. Что с батальоном я узнал только после войны. Сгинул во время следующего наступления немцев. Бросили в лобовую атаку на наступающие колонны. Ну что, прорвались в наши тылы. Все коробочки пожгли. Встречал я позже очевидцев. Когда вышел из госпиталя, как раз началось зимнее наступление. Под Москвой. Нас до выписки чуть не эвакуировали. Так что знал, что немцы у столицы стоят. Попал в первую гвардейскую танковую бригаду Катукова. Про него уже не раз по радио говорили. Так что я помнил его с твоих слов. Попал во второй батальон. Частично тот был вооружен 34-ками, которые я, честно говоря, не знал. Но часть были 26-ми с ремонта. Вот там я и получил роту. Семь танков под началом было. Уже через четыре дня после госпиталя. Только освоился. Как первый бой. Участвовал в боях по уничтожению истринской группировки немцев. Хорошо сидели. Я там два танка потерял. Один вместе с экипажем. Нейросеть действительно очень хорошо помогала. Это я тебе как опытный пользователь скажу. Во время кратких отдыхов или стоянок я все силы бросил на изучение КВ и 34-ок. После того, как наступление под Москвой заглохло, это пригодилось. Бригада была отведена на переформирование и пополнение. Там я получил звание старшего лейтенанта, орден Красной Звезды и роту КВ под командование. Ты советовал пойти в штабные? Поначалу как-то не сложилось. Все в боевых частях. Харьковскую катастрофу застал капитаном, командиром тяжелого батальона, с двумя орденами и двумя медалями на груди. Было за что. Мы, конечно, не были на острие удара, но немало тяжесть немецкого прорыва легла и на нас. Мой батальон держал переправу, держал крепко. Три дня держал. Двадцать две атаки, как мы потом насчитали, выдержали. Когда переправа потеряла свое значение, ночью смогли два оставшихся КВ на понтонах переправить на наш берег. Остальные были потеряны в бою. Те, что не горели, мы сами поджигали, чтобы они врагу не достались. Несмотря на то, что обе машины были повреждены, в одной так башня была заклинена, но ходовая в порядке. Ни часть личного состава сохранил, что позволило мне избежать трибунала. За эту оборону я орден боевого красного знамя не получил. Да, и заметка была. И еще бы. Перед позициями моего батальона немцы оставили почти сотню своих танков сгоревшими и подбитыми. Над позициями было сбито восемнадцать самолетов. Это точно, с учетом того, что семь я лично сбил из ДШК. К концу войны мастером-зенитчиком стал. Даже Фоккер саживал, к изумлению подчиненных. Тут я тоже прославился, как уникальный специалист. — Серьезно? — покачал я головой. — Это да. С учетом того, что на момент занятия нами позиций у переправы в составе батальона было четырнадцать танков, причем два не на ходу. На буксире тащили. Размен в нашу пользу. Потом была Курская дуга. Я тогда уже майора получил. И как раз был направлен в оперативный отдел штаба танкового корпуса. Молодой, всего две недели в штабе. Там была допущена ошибка в планировании. И танкисты одной из бригад понесли серьезные потери. Бригада фактически перестала существовать. — Свалили на меня. Нашли крайнего, как ты говорил в прошлом. Потом командиром танка был. Штрафником. Лишили всех наград. И четыре месяца воевал в отдельном штрафном танковом батальоне. Командиром танка. Потом командиром взвода. К концу срока был уже командиром роты. Одиннадцать раз машиной терял. В обгорелом комбинезоне выбирался наружу. Столько отличных парней погибло. Искупив, вернул все честно заработанные, включая два ордена, полученные штрафником. И дальше, в боевые части. Единичный случай моей штабной работы так и остался. Герой я получил, когда мой тяжелый полк Иссов первым ворвался в Львов. Тяжелые бои там были. Потом тяжелые бригады и под конец войны получил дивизию. Как раз ту, куда и входила бригада, которой я последние полгода командовал. В моих частях были самые минимальные потери в людях и технике. А это очень ценилось. Все подразделения, даже те, что уходили в рейд глубоко в тыл противника, имели при себе все необходимое. Я всегда правильно высчитывал все, что им может понадобиться. Более того, даже воздухом, транспортными самолетами забрасывал рейдовым группам все необходимое. У меня обычно их одновременно действовало от трех до шести. После войны остался в Германии. Женился уже после возвращения. Как раз через четыре года, когда у меня только-только первенец родился, генерал-майора получил и ушел на корпус. В это время писнул сигналом планшет, что я положил на стол под левую руку. Мельком посмотрев на картинку, что тот выдавал я с веселой улыбкой, повернулся к хозяину квартиры. Быстро менты нас нашли. Видимо, нашлись доброхоты. Да и соседки твои, что у парадной сидят, язык не прятали. — Милиция! — встревожился старик, пытаясь заглянуть в экран планшета. Повернув ему так, чтобы было видно, я прокомментировал увиденные. Когда мы проходили лестничную площадку, я прикрепил на площадке две мини-камеры. Менты их не видят, а вот я вполне. В камерах были детекторы движения, вот они и сработали. Сейчас это пока обычные сотрудники милиции, видимо, стараются незаметно вывезти другие жители квартиры, блокируя нашу дверь. Где мы находимся, они благодаря вашим соседям знают прекрасно. А сейчас мы ждем спецназ, что будет штурмовать квартиру. Сами менты не будут, да и не их эта работа. Для этого специальные подразделения есть. Ладно, пока они не подъехали, продолжим. Время еще есть. — Эта проблема для тебя не будет, — кивнул тот на экран планшета, возвращая его мне. — Тут вам нужно беспокоиться. Могут и завалить при штурме. С ментов станется. — Ничего, перед уходом я сделаю так, чтобы вы были переведены в разряд заложников. Это более спокойно мы шли по двору, как старые знакомые. Операм, что опрашивали ваших соседей, об этом не могли не сообщить, слишком в глаза бросаться. — Продолжим? — Пожалуй, — кивнул генерал. Он продолжил свой рассказ и как раз добрался до второй встречи с ровоторговцами, как нам снова помешали. Пискнул планшет, и я увидел, как на площадке готовится выбивать дверь штурмовая группа. Шторы я в гостиную закрыл, но уверен, что и через окна попробует войти. Я сейчас, — быстро рассказал я Алексею, и, подхватив ТТ, направился скорым шагом в прихожую, поглядывая на экран планшета, который продолжал держать в руках. Двое бойцов заняли позицию у соседской двери напротив, видимо, для разбега. Похоже, никто ломать дверь не хотел. Предположу, массой решили ее выбить. Дверь хоть и монументальная на вид, но шансы у парней были, однако я не дал. Сверяясь с видом камеры, я поднял пистолет и дважды выстрелил сквозь дверь. Два выстрела, и пулей снесли с ног обоих бойцов каждому попаданию в бронежилет. На площадке тут же началась суета, но бойцов вытащили, и они тяжело шевелились, матерно ругаясь на плитке площадки. Пробития бронников не было, и кроме контузии внутренних органов бойцы серьезных травм не получили. Эй, у меня тут заложник, хозяин квартиры, будет штурм, я его убью. Вот так, переведя Алексея в разряд заложников, да, думаю, его и так им считали, я быстро побежал обратно, не обращая внимания на попытки кого-то из офицеров втянуть меня в беседу. Дело в том, что я услышал шум в других комнатах, причем со звоном стекла и, видимо, с выстрелом. Бойцы или сами, или по приказу по веревкам начали штурм через окна. Двое уже были в квартире, так что я сходу вырубил их, а третьего, что возился на подоконнике, втащил сам, так же вырубив его. Но он застрял в раме, вот к четвертому едва успел. Открыв дверь, я ушел от очереди и, броском вкатившись в спальню, с нижней позиции выбил ногой автомат у бойца из руки и вторым ударом отшвырнул на кровать. Тот, как от батута, отлетел обратно. Удержавшись на ногах, встал в боксерскую стойку, ну и я уже был на ногах. Против меня, несмотря на отсутствие имплантов и сети, он был не боец. Знания-то и моторика движения остались, так что я просто поднырнул под его замах, пробив по почкам и вырубил по затылку. Крепкая голова. Пришлось снять каску и добавить, а то он зашевелился на полу. Подхватив за рукоятку эвакуации на жилете, я потащил его в гостиную и там связал всю четверку спиной друг к другу. Качественно связал, в одну общую кучу. Так приглядывать проще. Что я могу сказать о том, что делал Алексей в эту минуту? Да в принципе ничего. Но он как попивал чай за столом, так и пил, невозмутимо рассматривая эту вакханалию. Ни одного целого окна, кроме кухонного, не было. Пыль в квартире теперь была. Это я и под присягой могу подтвердить. Жаль, что и по моей косвенной вине. Хозяин только слегка ежился от заметного сквозняка. Так что, связав спецнадовцев, я сбегал в прихожую, заодно сообщив тем, что были на лестнице, что у меня прибавилось заложников из их товарищей. Принес ему пиджак. Тот, что с наградами. На сквозняк я не обращал внимания. Шторы, несмотря на то, что были частично сорваны, продолжали закрывать нас от любопытных взглядов. Я о снайперах снаружи. И мы продолжили беседу. Причем оба делали вид, что нам все это вокруг по барабану, как будто такое каждый день, по тысяче раз бывает.